Всем доброго времени суток. Сегодня немного об акциях компания Биоген, которую я решил добавить в портфель. Напомню, в предыдущие дни был дикий достаточно рост практически по всем позициям на рынке, связанным с этими выборами и прочим. В общем, все поперло наверх. Практически все отдельные компании, тем не менее, упали. Одной из такой стала Биоген. Вышла там негативная какая-то информация, новости, что что-то у них там с вакциной не получилось. И, короче, вот такой вот график замечательный мы видим. Она вообще очень неровная, конечно, но смысл в том, что на этой неделе, посмотрите, какой был обвал. Цена была больше 300, причем так прилично. И упала, обвалилась она практически там чуть ли не на 40% в моменте. Такой вот график замечательный замечательный, посмотрите. Ну, грубо говоря, да, там 350 и улетел там куста 20. Именно это я и подбираю в данный момент. Не Газпром, не Сбербанк, которые уже улетели за эти дни настолько вверх, что, ну, непонятно. Даже если вырастут дальше, ну, смысл там 5-10% ловить. А вот такие вещи, как Биоген, я считаю, можно в такие моменты брать. Пусть даже на короткий срок, пусть спекулятивно, но я все-таки взял для эксперимента. Также добавил Алибабу, сегодня именно добавил. Та же самая история, посмотрите, упала, свалилась вниз. Именно в эти моменты, мое мнение, я считаю, чисто спекулятивно и даже так надо подбирать. Вот это отличный момент, чтобы зайти. Естественно, не на все, лишь на часть. Я портфель несколько дней назад полностью вычистил, грубо говоря, от предыдущих позиций. Ну, будем говорить, условно, если, например, есть миллион, да, условно, да, на момент, чтобы свободно он был. Я не буду брать такие даже позиции, вот как рухнувший Алибаба или Биоген, больше, чем там, условно, на 40, на 50 тысяч рублей от этой суммы. Не буду. Это как бы вход, точка входа. Дальше, на случай, если они будут обваливаться, что это Алибаба, а дальше может полететь. Мы смотрим на график, посмотрите, да, кажется, что она провалилась очень сильно. Но что мешает ей улететь еще ниже, к 200, например, в случае, если повторятся негативные новости, или, например, будет сейчас следующая волна, как бы, там, этого вируса, падения, локдаун и прочее. Естественно, свободный кэш для этого нужен будет, поэтому... Мое мнение последнее какое в последнее время, значит? Конечно, 20-30 разных позиций в портфель мне больше набирать не хочется, как я делал до этого экспериментально. Скорее всего, точно так же я выкину, например, там, те же самые еврооблигации, да, которые вот тут вот уже висят. То есть, например, у меня была идея купить эти еврооблигации, но, с другой стороны... Ну, вот я смотрю на эту графику, я понимаю, даже если я их сейчас докуплю и усреднюсь, даже если я возьму их, там, на 100, на 200, на 300, да, ну, я с нее не заработаю много. А глядя на этот график, у меня есть ощущение, что она, ну, пусть даже вниз резко не полетит, но где-то просяет. Поэтому, скорее всего, таких позиций в данный момент, хотя она в плюсе, я избавлюсь, пока она в плюсе. Ну, что еще здесь? Совкомфлот то же самое, например. Ну, пока вообще никакой перспективы не вижу. Брал, повторюсь, ради интереса. В принципе, держать ее можно в портфеле, но, напоминаю, в очередной раз, ничего нельзя делать, мое мнение, без стоп-лоссов. То есть, в данный момент у меня выставлены вот заявки, заявки, значит, стоп-заявки я сделал. Это обязательно, я считаю. Биоген взял, все, он чуть-чуть отрос, смотрю, что идет наверх, все равно сразу же ставлю стоп. Стопы выставляю сразу, в моменте, как только в небольшой плюс она уехала. Если вообще прям страшно, лучше все выставлять сразу. Купили, выставили, например, там на 4-5% ниже этой стоимости сразу. Чтобы, не дай бог, если вниз какой-то обвал будет, там, не дай бог, на 3-40-50% такое бывает. Чтобы потом не сидеть в этой фигне, там, месяцами и годами. Выставите 3-4-5% убыток. Ну, это мое мнение, я, как бы, для себя, я вот так вот определяю. Кто-то может 1-2%, кто-то может 10%, по-разному. Но я считаю, что стоп-лоссы в данной ситуации, особенно в случае с такими не самыми стабильными историями, как биоген. Ну, посмотрите на этот график, ну, здесь вообще стабильности 0. Она может как за 300 улететь в любой момент, за 250, так она может и вниз сходить. Я не исключаю, что она может улететь и к 100, и к 80. Поэтому здесь стоп-лосс, мое мнение, необходим. Пусть лучше я заберу всего лишь 1-2-3% прибыли в моменте за день, то, что она там, да, там, набежит. Но вот сейчас, например, на 2.76 она у меня показывает. Вообще, блин, я провалюсь по ней еще на 30-40 вниз. Мне придется там в самом низу. Конечно, я усреднюсь, например, если такое произойдет. У меня достаточно кэша, чтобы усредниться. Но зачем это надо? Забрали вы небольшой плюс себе, сказали рынку спасибо. Сидите, ждите дальше точки входа. Провалилась. Значит, вы вылетели с небольшим всего лишь убытком, там, в 1, в 2, в 3, в 5%. Уехала она вниз, там, на 30-40. Ну, я образно говорю. Вы взяли ее внизу тут же после этого, как только вы убыток зафиксировали, подобрали. И оттуда вы уже можете спокойно вырасти. И произойдет это, скорее всего, быстрее. Вот. То есть, ну, стратегия, вы понимаете. Вот именно фиксировать убытки тоже надо уметь. Это очень хорошая штука, как я убедился. Но мне пока не приходилось. Возможно, везет. Возможно, просто я изначально опасаюсь и выбираю такие позиции, акции, такие, как бы, беру, да, которые, ну, так уже не проваливаются. То есть, у меня, конечно, принцип подбирать на низах. Ну, вот, например, Джелит, тот же самый несчастный. Я считаю, я подобрал внизу. Цена закупа была чуть ниже 60 долларов за штука. Ну, я смотрю просто на все вот эти графики. Один год, пять лет, ну, ниже некуда. То есть, я верю, что Джелит очень сильно может вырасти. Может, может, не вырастет. Я не знаю. Может, он там будет болтаться, еще черная сколько. Но пока растет. Он очень неровный тоже. Он то туда, то сюда, тот прыгает. Но эта штука уже в плюсе. Пусть даже в небольшом, пока 2% там за небольшое время. Но, в принципе, если набрать на приличную сумму денег, то это очень хорошо. И самое главное, есть потенциал. Еще одна штука, значит, Global Blood Therapeutics. Та же самая история. Упала вниз, просто камнем полетела. Тут же, как только увидел, тут же подобрал. Взял по 40 с копейками. Ну, мое мнение, что если по 40 взяли, мое мнение, чисто для себя. Я вот взял по 40. Я верю, что отрастет до 60 еще раз точно. Вот я смотрю на этот график. До 60, а может и до 80. Но, друзья, в два раза практически. И вот здесь я вижу потенциал. Там то, что это доходность, там пишут. У меня не эксперт, я на это даже не гляжу изначально. Она может быть 80, я в это верю. Пусть даже не 80, пусть на 50, на 60 сходит. Блин, офигенный будет плюс. Но, опять же, история не самая стабильная. Она, видите, тут повисела немножко в боковике, поболталась. Но, опять же, сегодня добавил в портфель еще. И обязательно выставил стоп-лосс, как и раньше говорил. Вот в плюсе висит. Не дай бог вниз повалится. Если отработает стоп-лосс, я это увижу. Все, дальше перезайду еще раз. И дальше снова поимею с этого что-то. Все. Вот принцип такой. Что еще в портфеле? Понятно. С Алибабой ясно. Обсудили. Взял нападение. Джилит брал нападение. Биоген взял нападение. Глобал Блад Терапевтик взял нападение. Акции немецкой компании так и висят. Не знаю даже. Вообще усреднять не хочется. И то же самое. Смотрю на эту картинку и не верю, что она там очень долго проболтается. Скорее всего скину точно так же, как еврооблигация. Совкомфлот копеечный этот полежит. Просто ради интереса. Посмотрим, что там может быть с этой IPO. Ну, Intel сегодня еще взял. Почему взял Intel? Та же самая история. Смотрим на картинку. Один месяц, один год. Ну, низы, друзья. Даже если что-то произойдет. Intel опять плохие новости будет. Отчет, еще что-то. Ну, хорошо. Грохнется она на 35. Ну, взяли по 45. Ну, я взял 45. Грохнется до 35-40. Пусть даже болтается там несколько месяцев. Все равно. Буду усредняться. Усреднюсь на большую сумму, чем сейчас. Верю, что эта штука пойдет выше 55 или ближе к 60. Вот просто вижу это. Чтобы этого не... Если это как бы не произойдет, да, перспектива только одна. Значит, Intel пипец должен быть. Просто на грани банкротства. Не верю, что Intel будет в ближайшие несколько лет банкротом. Поэтому на средний срок считаю, что подобрал правильно. Взял я... Вот по ней не выслеживал самую низкую цену на этой неделе. Нам можно было чуть подешевле взять. Но я просто уже взял. Сходит вниз в ближайшее время, например, на следующей неделе или как. Будут докупаться, усреднять. Будет расти. Отлично. Тоже подберу и продолжим рост. Вот. Ну и в принципе, NMTP никак до сих пор она в плюс не может выбраться. Торги уже закрылись. Усреднять пока не стал. Ну, собственно, думаю, выше 9 должна сходить точно. То же самое. График выше 9, выше 10. Ну, я не вижу как бы никакой там ситуации, что с NMTP что-то произойдет. Она испарится или пойдет ниже там 5-6. Не думаю. Уже довольно долго болтается вот так. Но не очень она мне нравится. Я уже про это говорил. Как только выйдет в плюс, сразу с облегчением ее, наверное, скину. И больше, наверное, не буду докупать. Ну, с другой стороны, если вдруг прям что-то спровоцирует ее резкий рост, может, чуть-чуть доберу и в плюс потом выйду. Собственно, вот. Такие вот наблюдения. Ну, в данный момент, в общем, как и говорил, пристально смотрю. Biogen Global Blood. Вот эти две позиции меня очень интересуют. Насколько будут расти по всему остальному рынку по аксам. Пока смотрю, наблюдаю. Решил, что буду среотачивать в портфеле не больше 10 позиций. Вот 10 в моменте, не больше. Больше диверсификации вот не хочу пока. Было у меня и 20, и 25, и 15. Блин, следить за всеми просто реально влом. А единовременно набрать больше 10 позиций, которые прям вообще просели там что-то не в нули, очень редко такое бывает. В данный момент такого не наблюдается. Поэтому все-таки, думаю, ограничусь 10, ну, край максимум 12. Индексы пока никакие брать не буду. Там отдельно золото и еще что-то тоже считаю, что пока не очень подходящее время. В данный момент, наверное, буду подбирать на обвале. Возможно, еще раз Royal Dead Shell возьму. Тоже еще на очень низких уровнях она остается. Но она у меня уже в плюс вышла на той неделе. Пока жду просто следующей точки входа. Если следующая неделя, как мне кажется, будет в какой-то мере обвальной, или там через неделю, она может быть снова еще откатится назад. Но дальше, я думаю, нефтяники будут расти. Как бы эти голубые фишки подбирать сейчас вообще просто не хочу. Ни Сбербанк, ни Газпром, ни Лукойл, ни Роснефть, там ни ВТБ, тем более даже полиметал, который немножко там отвалился за последнее время. Вот он у меня в плюс вышел. Не знаю, пока подбирать не хочу, хотя полиметалл хороший. А все-таки история. Думаю, сейчас понаблюдаю и, может быть, в ближайшее время возьму. Пусть немножко вниз откатится и еще упадет. Тогда, я думаю, можно будет брать. Такие вот наблюдения. Пока не торопимся. Очень тщательно слежу за тем, что происходит. Но, думаю, после того дна, которое сейчас было в октябре, я наблюдал, ну и не только я, я думаю, дальше должна быть волна наверх. На этой неделе рынки очень хорошо, очень сильно отросли по некоторым позициям. Поэтому пока что, кто зашел, кто успел на низах поймать определенные акции, я считаю, тот молодец. Будем смотреть, что происходит дальше. Так что, ладно. Удачи. Будьте аккуратны, внимательны, осторожны. Субтитры создавал DimaTorzok